Уникальная выставка открылась в столице. На экспозиции представлена смелая и дерзкая эпоха авангарда. Короткая, она длилась чуть больше 15 лет, но оставила невероятно яркое наследие. Это памятники, ставшие известными на весь мир и вместе с ними незаметные и скромные ансамбли спальных районов. Мунис Усманова сходила и увидела не прошлое, а скорее будущее. Летающие дома коммуны, парящие такие вот кольца с жилыми ячейками, в которых люди должны были жить в космосе и каждый день летать на работу на Землю. Это не зарисовки к фильму о космическом будущем, а архитектурные проекты прошлого. В начале 20 века за 30 лет до первого спутника космос стал предчувствием архитекторов авангарда. Да и сооружения для Земли выглядят инопланетными. Вот такой небоскреб Института библиотековедения со сферическим лекционным залом и монорельсовой дорогой мог стоять сегодня вместо высотки МГУ. Совершенно на тот момент нереализуемый проект, но он впоследствии вдохновил на очень много. Наверное, вы можете мысленно представить себе, что он может быть построен в 21 веке. Ну, послушайте, вот есть издание Академии наук на Воробьевых горах? Да, конечно. Современная архитектура. Спасция метро Воробьевых горы. Только 27-й год, понимаете, не 2017-й. Автор проекта Иван Леонидов, герой не своего времени. Чертежи его главной работы «Город солнца» больше похожи на картины художника. Но ни одна из его авангардных конструкций, кроме вот этой лестницы в Кисловодске, так и не была построена. Слишком амбициозно. За это его тогда прозвали бумажным архитектором. Но сегодня стоят небоскребы, удивительно напоминающие его задумки. Близнецы Петронес в Малайзии или башня Сирс в Чикаго. Авангард одна из самых идеальных страниц русской истории, потому что идеи, которые формировались русскими авангардистами, неважно где, в архитектуре, в живописи, в литературе, в кинематографе, это идеи, которыми сейчас живет мир. В 20-е годы авангард шагает по планете, но своих главных последователей находит именно в послереволюционной России. Дивный новый мир нуждается в новой архитектуре. В этих красных комнатах едва узнаешь музей архитектуры. За этими глухими панелями спрятано богатое убранство классических залов. В алую ткань замотаны даже хрустальные люстры. Метафора того, как архитектура авангарда пыталась перечеркнуть все традиции. Авангард на то и авангард, что архитекторы хотели средствами архитектуры переделать мир. Они создавали новую среду, новые условия быта, новый досуг — это клубы, новое жилье — это жилкомбинаты. Спальные районы, офисные здания с магазинами и спортзалами на первом этаже, торговые центры с кинотеатрами и кафе — это тоже эхо советского авангарда. Привычная сейчас многофункциональность зарождалась в 20-х. Тогда же подсчитали, сколько квадратных метров человеку для счастья надо. Идеология 20-х годов ушла. Остались маленькие квартиры. И люди жалуются, что маленькие квартиры, крохотные кухни. Но кухни там не были предназначены для того, чтобы готовить. Были специальные столовые, где люди могли есть. А кухня в крайнем случае — это что-то там разогреть. Совершенно другой подход к административным постройкам. Быстрее, выше, сильнее. В 30-е спроектировано самое большое здание на земле. Дворец Советов, который должен был встать на место Храма Христа Спасителя. Были идеи и для Красной площади. Такие небоскребы могли оказаться на месте нынешнего хорошо нам знакомого ГУМа. Но здесь Леонидов опередил совершенно свое время, потому что многие современные архитекторы, вот именно говоря про этот проект, отмечают, что он вполне мог быть реализован сегодня. Энергетика и импульс современности, он в нем жив и сейчас. Так что пройдясь по семи залам архитектурного прошлого России, не удивляйтесь, предупреждают кураторы, если увидите наше будущее.